Ребята, а перед началом данного ролика я хочу объявить, что сейчас на моем канале проходит конкурс на 50 долларов для трех моих подписчиков. Как только нам берется 1000 подписчиков, я разыграю 150 долларов между тремя победителями. Чтобы участвовать в данном конкурсе, достаточно всего лишь поставить лайк, подписаться и оставить осмысленный комментарий, не только перед этим роликом, но и перед всеми. Да, я выберу случайным образом из всех своих видео. Для начала я выберу одно видео, а потом в этом видео я выберу победителя по комментариям. Так что, всем удачи! Приветствую всех на канале Михаил Инвестиция. Сегодня будем разбирать бинкоин, сегодня 31 число и посмотрим, какая же ситуация сейчас вырисовывается. На данный момент и образуется на дневном таймфрейме свеча дожи. Иначе говоря, люди сейчас сомневаются, стоит ли дальше удерживаться выше линии сопротивления на уровне 40 тысяч, либо все-таки пойти вниз. Но, как по мне, все-таки линия сопротивления на уровне 40 тысяч это не самое главное. Ну, имеется в виду она главная, но здесь по сути две главные линии. Это 40 тысяч и 42 тысячи. Иначе говоря, все-таки можно сказать о том, что цена пойдет выше, если только цена будет в районе где-то 43 тысяч. Но и то не факт. Потому что я рассматриваю такую ситуацию. Мой первый прогноз был о том, что после вот этой коррекции будет рост где-то до 45-50 тысяч. И потом уже будет такое снижение. Ну, понятное дело, что не будем прям одной свечой так падать. Но имеется в виду, что все это будет уже максимальный рост, который будет. И потом уже будет падать, падать, падать. Ну, опять же, с какими-то там коррекциями. На данный момент я до сих пор вижу ситуацию о том, что бинкоин должен упасть. То есть я до сих пор не закрыл позицию свою шортовую, которую открыл на 32 тысяч 300. До сих пор сижу в ней. Потому что я полностью уверен в том, что рано или поздно сейчас она должна все-таки двинуться вниз. Какая вообще ситуация сейчас происходит в целом? Люди думали, что цена пробьет уровень 30 тысяч. Многие пооткрывали свои шортовые позиции. Их решили сбрить. Выпустили пару таких новостей. Но, может быть, это совпадение новости. Может быть, это и не совпадение. Но, по крайней мере, про Амазон это не совпадение. Я думаю, тот блогер проплаченный. Ему заплатили за эту новость. Но это лично мое мнение. С шортистами покончили. Сейчас идет движение такой эйфории. И люди начинают верить о том, что все-таки это было дно. И мы уже должны двигаться дальше. Но на почве того, что люди все-таки поверили этой информации. Но поверили в большей степени, конечно, такие несдержанные люди, так скажем. Потому что, судя по объему, нету больших объемов. Да, немножко прибавилось количество, конечно, покупок. Но все же это недостаточно для того, чтобы цена все-таки росла. И сейчас они попытаются создать иллюзию того, что надо срочно всем ходить. Попытаются несколько задержать этот уровень. Имеется в виду, сейчас якобы закрепится. Немножко поколеблется. Чтобы как можно больше людей зашло в лонг позиции. Пооткрывали особенно маржинальные какие-нибудь сделки. Либо фьючерсные с большими плечами. И после этого уже будет всех брить. И пойдет вниз цена. Если обратить внимание на недельный таймфрейм, то, в принципе, ничего такого опасного я не вижу. Да, есть такие обманчивые движения, чтобы запутать людей. Это, к сожалению, бинткоин. Он такой и есть. Он очень часто любит обманывать людей. Очень волатильный. Но по моим графикам, до сих пор я вижу о том, что должен бинткоин падать. Если же вы вдруг открыли шартовые позиции на уровне 40 тысяч. И сейчас боитесь о том, что рост пойдет. Я бы не стал закрывать эти шартовые позиции. Я бы держал. Потому что вы по хорошей цене открылись. Не то, что я по 32. И вы заработаете намного больше, чем я. А то, что рост будет дальше, я в это не верю. Да, может, конечно, все что угодно произойти. Мы как бы... Не от нас все это зависит. Это зависит от более крупных игроков, у которых миллиарды долларов. Но мне что-то кажется, что они не пойдут, вопреку всему. Чтобы продолжился рост. Все-таки не всех забрели людей. Многие до сих пор держат свои бинткоины на счете. И они заставят их все-таки... Ну, какую-то определенную часть людей все-таки распрощаться своими бинткоинами. Чтобы вынудить их в конечном счете все-таки их продать. Но в данный момент захотят все-таки... Перед тем, как массово будут брить всех... Попробуют еще вот таким лонгистов, которые только-только входят в позицию. Если посмотрим на 12 часовый таймфрейм... Мы видим здесь доджи. Вторая свеча тоже не очень знает, куда двигаться. До сих пор нету какого-то серьезного движения. Если по 12 часовому графику посмотреть, то... Сила быков уже иссякла. И должно быть уже начаться сила медежи. Сейчас я более точно посмотрю. Ну да, она на уровне уже крайности. Да, есть возможность немножко продолжится рост сила быков. Но если так предположить, что все-таки она немножко увеличится, сила быков, то значит мы где-то дойдем до уровня... Ну, где-то... Максимум 45 тысяч. Максимум, прям максимум. И потом уже все равно будет падение. Многие скажут, ну, может же падение быть небольшим, да. Допустим, мы достигли 43 тысяч, ну, либо там 45. Потом упали до 40. И потом уже покоряем новые вершины, уже там 50-60 и так далее. Ну, я в этом очень сомневаюсь. Потому что слишком уж был сильный рост. Уже были такие коррекции обманчивые. А сейчас уже более главный такой тренд, более восходяя, ну, самый главный. И уже не будет таких мелкосрочных движений. Ну, я имею в виду, что мы не будем вот так упали и потом выросли где-нибудь до сотен. Нет, мы сначала должны все-таки упасть достаточно сильно. Я вообще думаю, что сейчас придет время такое, что... Может быть не сейчас, может чуть-чуть попозже. Но, возможно, сейчас, что захотят вообще чуть ли не всех сбрить. Захотят, чтобы люди распрощали своими бинкоинами и другими криптовалютами. Попробуют очень жестко ударить. Я думаю, ударят прям вообще до 12. И причем, чтобы люди не думали о том, что... О, хорошо, мы этого и ждали. Сейчас купимся, сейчас влетит. Вот, будет криптозима, затянется, может быть, даже не на год. Может быть, даже затянется на 2 года, чтобы вынудить людей, чтобы у них вера обгасла. И только после этого уже, когда люди начнут продавать, а не скупать все это, уже цена двинется вверх. Не знаю. Но, может быть, это сейчас произойдет, может быть, в будущем. Но я считаю, что в какой-то момент это должно прям определенно произойти. Имеется в виду очень долгая криптозима. Когда мы опустимся прям чуть ли не самое дно и будем там годами лежать, чтобы прям всех сбрить. Ну и единственное, кроме, конечно, самых крупных игроков, которые понимают вообще, о чем идет речь. Ну, может быть, сейчас это не произойдет. Может быть, просто не будет. Дойдем до 24 тысяч, а потом взлетим. Так, подведем итоги. Сейчас мы не закрылись на главном уровне. Я считаю, главный уровень это выше 43 тысяч. Опять же, даже если мы закроемся выше 43 тысяч, это не говорит о том, что будет восходящее. Это говорит о том, что опять играются с нами. И если только цена закроется выше 50 тысяч, вот тогда можно говорить, да, движение пошло. А пока нету выше 50 тысяч, я считаю, что это все игры. Игры на то, чтобы как можно больше людей опустошить их карманы. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Всем до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok